Друзья, только что отошла от встречи с Мишей Вяжет, тут встретилась с Нелли, это зрительница моего канала, креативный круг вязания и успех, очень приятно, чувствуешь себя, что ты действительно делаешь что-то полезное, что тебя узнают уже, подходят, Нелли, чемоданчик узнала, утром посмотрела, утром посмотрела еще, вычислила, скажите, Нелли, что это очень правильное решение, с чемоданчиком, будет очень приятно познакомиться с подписчиками, сейчас мы обсуждаем, доходим, смотрим, и я в Германии не так много знаю пока людей из Германии, об этом очень приятно, очень приятно, да, все, друзья, до следующего включения, вот так красиво развесили моточки, ну, а нас с вами интересуют, конечно же, сами модели, пряжа здесь великолепная, но здесь у этого бренда дорогая пряжа, очень дорогая, Як, чего только нет, Якунью они продают, сами знаете, сколько стоит Якунья, Смотрите, смотрите, лопописи, много разной красоты, Вот это очень красиво тоже Смотрите, какой интересный, с квадратами вот такой Шапочка Всегда, вот что мне нравится на выставках, то что бренды всегда, чаще всего приходят с отвязанными готовыми изделиями, где можно посмотреть, как выглядят изделия из той или иной пряжи, какие-то шляпы Вот такой стенд, но я думаю, что здесь Я пытаюсь прочитать, здесь разные бренды представлены Вот такой стенд Подхожу вот к такому стенду, здесь написано пряжа из Португалии Интересная пряжа, я с такой пряжей еще тоже не работала Опять здесь мигает свет, к сожалению, сейчас буду искать, где я смогу снять, чтобы свет не мигал, надеюсь Это очень мягко, это 100% бамбу 100% бамбу 100% бамбу Окей, спасибо Эти, это длиннее? Ага Эти, это два килограмма, да? Да, два килограмма Да, два килограмма Спасибо 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 Здесь, смотрите, какая интересная пряжа Это для макраме Для сумок Здесь вот такой огромный образец Красиво сделали презентацию Мне очень нравится, когда бренды заботятся по презентации Здесь такие красивые образцы Так, написано, что manufactured in Poland Значит, в Польше Мануфактура находится в Польше Здесь samples Образцы бесплатные Вот такая огромная Вот это что за чудо Такая интересная презентация Ха-ха, я поняла Хак фото Окей В общем, вот смотрите, кому интересна такая пряжа Меня такая пряжа, в принципе, в меньшей степени интересует Но я стараюсь снимать все Пока у меня есть заряд на телефоне Пока могу снимать видео Это все нам может быть с вами интересно Здесь у нас текстиль Но я вам хотела не текстиль показать А вот такую невероятную даму Какая здесь, посмотрите Трансгендерная Красиво такая Продолжаю бегать по выставке Вот здесь, видите, есть такие уголки, островки Где можно присесть и отдохнуть Но сидеть времени у меня нет Кстати, я хочу в конце дня посмотреть на своих часах Сколько же я находила, набегала Вот Уже на самом деле много времени О, у меня часы, кстати, садятся Скорее всего я не увижу, сколько же я всего отходила Два часа дня Осталось всего четыре часа Я только хожу по первому этажу И здесь еще есть второй этаж Поэтому никаких сидений Нужно двигаться Нужно отбежать все стенды Здесь что-то просто невероятно красивое у меня за спиной Красивые изделия, нежные Это, видимо, Махер Сейчас поближе покажу Сама нежность И такая, смотрите, какая красивая цветовая палитра Такая нежная, пастельная Мне очень нравятся такие цвета Такие сдержанные модели Коричневые А там уже к Пасхе, посмотрите Сплята Да И когда ты делаешь Стрельный праздник Ты Стрельный праздник Стрельный праздник Так Это Стрельный праздник Да Да Так Нет проблем Нет Написано Danish Design Значит, это из Дании Я предполагаю бренд Luxury Yarns Да Очень красиво Вот эти шикарные махеровые вещи Мягчайшие Просто облако Это просто облако Как красиво Как красиво, друзья И посмотрите Я просто заворожена Вот этими цветами натуральными Просто невероятными Солд 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 Интересный бренд Из Турции Ко мне сразу подошел менеджер Со мной пообщаться Представитель ли я магазина и какого Тут идет сразу обмен визитными карточками, конечно Смотрите, какая пряжа толстая Для тех, кто любит очень толстую пряжу Вот такие кардиганы, свитера Я уже оставила свой рюкзак и просто куда-то ушла, представляете? Все, меня уже пряжа заворожила А вот какая интересная Смотрите Подушка Это прямо какой-то велюр Сейчас наведу камеру Так Так Смотрим дальше Пойдемте еще посмотрим Здесь довольно много турецких компаний представлено Так Вот к этим кейкам Интересно Мой рюкзак There ангора кейк я думала что это мохер но это оказывается ангора тут даже по-русски вот пожалуйста написано шерсть акрил турецкая пряжа как всегда очень яркая много меланжевая пряжа смотрите чем вам не цветотерапия вот просто вот сфотографировать и любоваться на красота твит мне нравится вот классный какой толстенький так вот быстренько кардиганчик запилить из такой пряжи это очень новое, почему это без твитчанки? да, это твитчанки твитчанки но это выглядит как мохер да, я думала что это мохер и это большой кейк я думаю, что я могу использовать одну шову да? да, красиво да да окей, это же самое да так это тоже, это один балл, один шову о, реально? 200 грамм окей мхм я люблю это мягко ты из Недерландии, да? я живу из Недерландии, но в основном я из России ну и сейчас мои подписчики и мои зрители, мои покупатели точно знают, куда я иду это любимый нами британский бренд Kinkol с которым я, к сожалению, уже не работаю потому что они вышли из Евросоюза в прошлом году и стало невозможным закупать это очень-очень дорого очень дорогая растаможка даже для того, чтобы закупить пряжу в мой магазин Amazing Wool в Нидерландах но мы сейчас подойдем и все внимательно посмотрим наша с вами любимая пряжа Opium именно от бренда Kinkol ну а посмотрите, я не одна блогер здесь здесь вот сидит женщина какая-то у нее все устройства и она сидит и записывает влог ну а мы с вами идем к Kinkol посмотрим, есть ли здесь Opium посмотрим, какая новая пряжа в принципе есть смотрите, какой шикарный жираф тут меня встречает итак, друзья, у меня супер новости я на стенде бренда Kinkol я только что поговорила с представителем бренда вы знаете, что от Kinkol я продавала пряжу Opium пряжу Finesse и другую пряжу и в какой-то момент стало невозможно закупать эту пряжу но у меня просто супер сумасшедшие новости я только что обсудила и похоже, что я снова смогу закупать эту пряжу у меня просто нет слов серьезно, у меня правда нет слов я все равно эмоциях в общем, вообще в принципе пряжу Opium снимают с производства но до сих пор есть запасы и эти запасы я планирую выкупить прежде всего эта пряжа появится у меня в магазине Amazing Wool в Нидерландах с отправкой по всему миру и я очень надеюсь, что она все-таки также доедет до моего магазина про клубочки в России но ничего, то что даже если Opium мы весь выкупим и извяжем здесь очень много новинок я сейчас их все буду снимать я просто в полном восторге кстати, пряжа Finesse хлопок с шелком, который вы тоже очень любите она тоже есть я ее тоже буду закупать в общем, друзья, я все на эмоциях посмотрите, какой тут жираф тут просто шикарно мне сказали, пожалуйста, что я могу снимать все, что я хочу здесь очень красивый стенд сейчас я все буду снимать столько красоты у меня просто нет слов но, конечно же, самая главная новость это в том, что я смогу закупать пряжу снова сейчас будем смотреть с вами пряжу начинаю свой обзор пряжа King Cole пряжа из Великобритании сейчас я буду показывать вам все новинки сразу хочу сказать, что опиум здесь нет потому что он в остатках но я сказала, что я хочу весь поэтому мы тут общаемся на тему чтобы я выкупила весь опиум какой вообще, в принципе, остался так, значит, что у нас здесь интересного как все-таки важно увидеть пряжу которая скажем так, и новинки вы меня простите, друзья я просто теряю слова простите меня я теряю слова от всей этой красоты от того, что я смогла договориться что я смогу снова закупать вот, значит, это Меринос это Араны кстати, у King Cole у них пряжа есть и с акрилом довольно-таки много но есть и вот такие новинки более дорогие сейчас мы к ним подойдем там и кашемир стопроцентный и шелк но также есть вот такие твиды очень даже симпатичные вот мне вот эта пряжа понравилась Recycle я Аран очень прикольная пряжа сейчас я ее достану немножко Recycle это переработанная из нее точно получится красивое изделие вот такие цвета так, 100-граммовые моточки я с этой пряжей раньше не работала здесь шерсть, акрил, вискоза и Буалями красивая пряжа альпака вот такая мягкая-мягкая baby альпака baby альпака смотрите так отхожу, чтобы это у нас мотки такие маленькие наверное, 50-граммовые дальше вот такая home spoon тут у нас меринос альпака и немножко акрила классная пряжа классная вот такая альпака толстая мягчайшая я ее уже трогала просто великолепная смотрите какая красота так такие я видела похожи как у схипхес чего-то только нет посмотрите вот на этот шикарный кардиган я просто в восторге от этой модели вроде бы ничего особенного но смотрится просто круто и вот это та самая более премиум пряжа натурали софт это у нас стопроцентный кашемир нет, не стопроцентный 90% это шерсть и 10% добавление кашемира то есть это шерсть с добавлением кашемира очень красивая это вот из такого болотного цвета здесь каталоги шар так а вот это давайте посмотрим что у нас здесь очень мягкая здесь 70% бэйби альпака и 30% шерсть вот просто бомба это просто бомба малбарий софт называется это новая пряжа я ее никогда еще не закупала но обязательно буду ну что за красота так поворачиваемся а здесь у нас наша любимая финес алена апель сейчас связала свитер вот из такой пряжи вот именно из такого цвета она сейчас готовит видео так вот такая белая финеса очень популярна вот много разных красивых цветов шикарная пряжа она снова появится у меня в магазине вот какой цвет интересный такого у меня цвета не было вот сиреневый какой красивый хочу вам поближе показать как круто оформлен стенд какой тут классный жираф обалденный вот такой милый тут все с ним фотографируются а у меня представляете у меня уже все разряжается телефон я даже до сих пор не дошла до второго этажа я просто в панике уже друзья потому что у меня столько необхоженные еще стендов уже три часа осталось три часа три часа дня и осталось три часа дня ой я вон я какую-то бобину увидела наверху сейчас я ее достану и мне представляете девушка на стенде здесь она дала мне свой пауэрбанк и я сейчас заряжаю телефон поэтому я пока не ухожу с бренда кимпол потому что она мне дала свой пауэрбанк поэтому я пока здесь и буду еще снимать что тут за интересная пряжа так что это у нас здесь в бобинке мерина бленд такой тут барашек нарисован так 1800 метров так но я не вижу я не вижу я не вижу состав сейчас буду искать состав почему-то состав я и не вижу 500 грамм так кстати видите написано что мейтин турки по лицензии многие бренды в других странах производят но имейте ввиду что это бренд именно кинкол давайте пока покажу что у нас здесь тут очень много разного меланжа араны какие же мягкое все мягкое а вот это вот такой кстати у меня был в мейзин вул фэшн аран огромный вот такая пряжа красивая здесь точно знаю с добавлением акрила но тем не менее очень красивая я наверное на секунду присяду на диванчик потому что уже просто висел и мне приходится здесь пока быть потому что я заряжаю телефон через пауэрбанк какие миленькие носочки так посмотрим симпатичный а тут какой-то сундучок еще нашла я тут хозяйничаю потому что мне разрешили тут все смотреть тут вот сундучок такой красота так друзья я наверное тут полчаса провела на стенде бренда кинкол заряжала телефон немножко успела зарядить и бегу дальше бегу дальше потому что осталось всего два с половиной часа а я даже еще не поднималась на второй этаж у нас вот такой бренд мадам трикот парис давайте смотреть что за мадам трикот здесь манекены так довольно такие странные модели я бы сказала друзья давайте посмотрим давайте пройдем по кругу посмотрим так я почти уверена что хоть написано мадам трикот но мне кажется что это турецкая пряжа сейчас посмотрим акрилик да турки меня мое чутье вообще никогда не обманывает как говорится доверяйте себе всегда ну ай можно посмотреть конечно у нас с вами больше всего интересуют европейские пряжи так вот это пальто интересное очень классная пряжа малабрика сейчас подойдем посмотрим она в таких пасмах ой какая она мягкая боже мой великолепная пряжа великолепная Все это 100% марина, из Uruguay. Мы имеем что-то из Перу. Красиво. Так сладко. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Так что это для швы. Так что для швы, это для швы. У вас есть два швы. Вы делаете вот такой швы и вот такой швы. Вы делаете четыре швы. Два швы и два швы. Это очень новое. Интересно, да. И у нас есть вот этот швы. Два швы. Что-то особенное. Электрический цвет. О, потрясающе. Вау, это очень сладко. Где ты? Я из Недерландии. Но, в основном, я из России. Эти уши. То есть, твои глаза. Так белые. Мои глаза так белые. Вы думаете, где я. Я из Недерландии. Да, это очень красиво. Но я живу в Недерландии. Сейчас это очень сладко. О, боже. У нас есть очень сладко. Это очень сладко. Это кашмир. Это кашмир? А, но это выглядит как кашмир. Да. 80 кашмир и 20 кашмир. А, 20 кашмир. У нас есть в Недерландии? Да, у меня есть в Недерландии. У нас есть в Недерландии. Да. Можете мне дать кашмир? 100% кашмир. Да. Правильно. Вау. Эти три глубины. А, окей. Это классика 628 ДК. О, это очень сладко. Так красиво. Это легкий, маленький. И это маленький. И, это маленький. Секи арм. Да. Это болезнер. Окей. Угу. Все цветы в целом и университете. Окей. Угу. У меня есть в основе. Угу. 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 Это очень красивый! Это очень красивый! Я люблю это! Очень красивый! Очень красиво! Очень красиво! Много цвета! Много цвета! Много цвета! Я могу показать вам, что эти другие продукты! Да! Это брошвир и брошлайн! Это 100% брошвир и брошлайн! Я думаю, что это очень дорого! Да, это очень дорого! Я могу сказать, что это очень дорого! Но это невероятно! Вы можете чувствовать мягкость! Да, это невероятно! Это очень мягко! Я люблю это! Фантастик! Фантастик! Ты из Италии? Да, мы из Италии! Хорошо! Хорошо! Вот это точно что-то совершенно особенное! Обалденная пряжа! 100% кашемир! Также у них есть 100% camel! Это верблюжонок! Мне тут дали образцы! Это, конечно, дорогущая пряжа! Но я думаю, что для клиентов под заказ я смогу также эту пряжу привозить и размещать в своих магазинах! Очень крутая пряжа! Будем изучать! Я только пришла на второй этаж и у меня уже просто паника, что осталось всего 2 часа! Здесь огромные пространства! Здесь огромные павильоны! Конечно, это не так, как 4 года назад! Многие бренды не приехали! 4 года назад здесь, кстати, было шикарное фэшн-шоу! Огромное! Просто бомбическое! Но! Что есть, то есть! Спасибо за это! Спасибо за то, что есть такая возможность вообще, в принципе, наконец-таки эту выставку посетить! Я, конечно, в ужасе, что у меня осталось 2 часа! Посмотрите, какие огромные здесь пространства! Поэтому я сейчас буду бегать просто везде! Здесь у нас турецкая пряжа! Нако! Тоже посмотрю! Сейчас все сниму! Но я, конечно, в восторге! Я просто в восторге! Как это все объять! Я, конечно, много времени потратила на первом этаже! Потому что ходила! Знаете, как всегда кажется, что у тебя еще времени просто вагон! А на самом деле, что времени уже мало! Кстати, вот мой чемоданчик, он со мной не зря вот уже и пакет сверху поставила! Все это будем изучать! Когда вернусь домой после выставки, еще будем с вами рассматривать каталоги! Конечно же, я опираюсь, как я говорю всегда, на ваш спрос! И буду закупать ту пряжу, которая интересна именно вам! Ну что, давайте посмотрим на! Это турецкий бренд! Интересны у них какие изделия! Так! Спасибо! Так! Мне нужно обратно опять снимать маску, потому что, когда я снимаю видео, я снимаю маску! Но, конечно, здесь все входят в масках! Смотрите! Как интересно уже оформили! Такой свитер! Очень толстая пряжа! Но мне очень нравится, когда красиво оформляют стенды и делают такую инсталляцию! Довольно много здесь турецких брендов представлено, но этот бренд, как они говорят, что у них дизайн итальянский! Кстати, вот я здесь увидела рафию! Вот это точно должна быть рафия! Да! Дизайн италий! Много меховой пряжи! Так! Боже, сколько здесь всего, друзья! Ну как? Как успеть? Объясните мне! Так! Идем дальше! Идем дальше! Здесь у нас что такое интересное? Возьму себе визитку, уже нет времени! Сейчас буду разсиживаться, с каждым брендом общаться! Буду просто смотреть, вот там какая красивая, носочная, пляжа! Сейчас я туда, наверное, с другой стороны еще зайду! Ой, а вот посмотрите! Какой огромный! Какой огромный моточек! Как вам такая инсталляция? Какой-то просто огроменный моточек! На нем даже сидеть, наверное, можно! Тоже реклама тут! Какой-то бренд! А, ну это и есть этот бренд! Смотрите! Там огромная спица Addi или крючок, не знаю! Я вам не могу даже передать размер! Практически мне погрудь, наверное, такой огромный! Прикольный! Здесь на втором этаже много по текстилю компании! Посмотрите, как красиво они украсили! Вот так весело! Но это еще не все! Посмотрите, с этой стороны зонтики! Так симпатично! Это все такие текстильные компании! Интересно! Тут огромный стенд с этими зонтиками! Смотрите, какие обалденные коверы! Просто нет слов! Сколько нужно терпения, чтобы с тобой сплезти ковер! Я так понимаю, что это техника Макрамена, но я не уверена! Там вот такие наборы продаются для плетения! Друзья, вот кому интересно, кому нравится, полюбуйтесь, пожалуйста! Такая звезда! Вот такой серый ковер, но голуба! Я на это могу только любоваться! Это пряжа! Здесь я вяжу также для вязания сумочек! Я сейчас туда поближе подойду! Сумки, ковры, макраме! Да! Мы стоим в одинаково! Да! Может быть, мы стоим в одинаковом бизнесе! Да! Да! И мы работаем вместе, чтобы начать China, Россия и Америка вместе вместе! Да! Да! И ты тоже говорила, что ты любишь мою скотку! Да! Да! Красиво! Красиво! Да! Да! Я сейчас подошла к стенду! Спасибо большое! Хорошо! И я сделаю видео о твоем скотке! Хорошо! 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 Я сейчас объясню! В общем, я подошла к стенду, здесь стенд пряжи из Китая. И женщина мне сказала, а я вас знаю! И я уже так удивилась, потому что вы уже видели сегодня ко мне девушка подходила на выставке, которая тоже меня знает, сказала, что с утра уже посмотрела мое видео, узнала мой чемоданчик. А эта женщина узнала меня по моей юбке, я уже получила очень много комплиментов сегодня по своему луку. И мы остановились в одном отеле, и она сказала, что мы были вместе на завтраке, и она обратила на меня внимание, она несколько раз за мной посмотрела, и когда я стала сейчас к ней подходить, она меня узнала. Вот так бывает. И вы слышали, она сказала, что, возможно, будем делать бизнес вместе. А сейчас я вам покажу пряжу. Пряжа из Китая. Но тоже интересно, можно что-то посмотреть. Вы знаете, что в Китае сейчас, конечно, все производится. Вот твит такой интересный твит. Твит интересный. Это шерсть 80% и нейлон. Вот так мне твит очень нравится. Сейчас попрошу, чтобы мне дали каталог. Интересно. Тут образцы тоже. Вот это тоже что-то такое мягенькое. Друзья, ну как же все-таки забавно, и как интересно, кого только не встретишь на выставке, и как полезно бывать на таких мероприятиях. Вот эта женщина из Китая, она настолько, не знаю, почему-то вот ей было очень интересно со мной общаться. Она сказала, что я первая русская, которую она в своей жизни встретила. И почему-то она была так этим вдохновлена. Ей было очень интересно. Она китаянка, но она в итоге потом жила в Америке. Родилась в Китае, жила в Америке. Сейчас живет в Люксембурге со своим немецким мужем. Вот так бывает. И она очень захотела со мной общаться и дружить. Мы обменялись ватсапом, сделали вместе селфи. Вот так бывает. Очень забавно, интересно. Посмотрим, что она мне будет написать. Она мне уже начала какие-то наши общие фотографии высылать. Но очень забавно. И таких знакомых из Китая прямых у меня еще не было раньше тоже. Здесь вот стенд с вышивкой. Называется Godelin. Сейчас подойду поближе, посмотрим. Hi, hello. Can I film it? Thank you. OK. как красиво гобеленовая вышивка я кстати гобеленовой вышивкой никогда не занималась какой красивый каталог я получила это стенд с вышивкой я очень люблю вышивку крестом и бренд lanarte я думаю что многие из вас бренд уже слышали огромнейший каталог здесь на самом деле два бренда один с этой стороны один с этой стороны это все уже будем с вами рассматривать после выставки но что мне интересно рассказали то что оказывается бренд lanarte и не знала даже об этом это бренд из нидерландов но 8 лет назад а бельгийская компания его выкупила и теперь lanarte насколько я поняла это бельгийский бренд смотрите какая красота боже мой это четыре сезона я очень люблю вышивку я уже неоднократно упоминала о том что я люблю вышивку но к сожалению мне сейчас нет времени на вышивку у меня очень много своих хомячих запасов наборов которые я привезла еще из россии здесь еще ничего не покупала в нидерландах до сих пор они у меня стоят потому что у меня нет времени вышивать смотрите какая красивая лепушка так здесь тоже турецкая пряжа ай хэллоу кэрой мэйк видео thanks так давайте посмотрим что тут интересного мягкая пряжа очень много в этом году турецких представителей турецких брендов вот это что то интересное такое фантазийное акрилик полиэстер вот это что такое вообще первый раз вижу первый раз вижу что это вообще за чудо объясните мне пожалуйста что с этим делать интересно я думаю что вот это наверное из этой пряжа интересное получается полотно вот еще такой цвет красивый вот это что то интересное розовое симпатичное здесь бренд meet me свежи меня посмотрим там какая то вот смотрите какой логотип хотела быстро сказать и забыла друзья пацифик в общем за мир вот это что то такое интересное это опять как вельвет какая милая подушечка я так понимаю что это типа вот для украшения для вышивок наверно гусеница боже мой чего здесь только нет чего здесь только нет я предполагаю что это тоже турецкий бренд карнавал думаю что для крючка здесь пряжа веган-фэшн мы посмотрим хай хэлло 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 люблю смотреть на отвязанное изделие но так и он есть a дик консультант из вот этого бренда VEGA FASHION. Мы с ней говорили, говорили на английском, потом она увидела мое имя Ольга. Ну, понятно, что имя Ольга это не европейское имя, и она спросила, могу ли я говорить по-русски, сказала да. И мы стали с ней уже дальше продолжать говорить по-русски. Но что самое интересное, я еще удивилась, почему турчанка так хорошо, потому что бренд, простите, заговариваюсь, турецкий, почему она так хорошо говорит по-русски. Но и зачем главное, да? Но она сказала, что она оказывается originally from Азербайджан. Она из Азербайджана. Вот, она из Азербайджана, поэтому она так хорошо говорит по-русски. А я хочу успеть еще снова на первый этаж. Осталось буквально полчаса. Буду ходить до последнего, пока не упаду. вернулась на первый этаж, а здесь болгарский текст. В общем, какой-то стенд из Болгарии. Сейчас я тоже подойду, посмотрю. Здесь пряжа. Болгарскую пряжу я никогда раньше не видела, никогда не работала с пряжей из Болгарии. Так, пасмы. Hi, hello. Хенни Тумьянс. Hi. Это красивая пряжа. Да, это из Болгарии. Мы производители. Это часть нашей коллекции. Может быть продавлен для любого брака. А, реально? Да. О, окей. Это очень новое для меня. Можно я снимать? Конечно. Спасибо. 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 Канди. Интересно. Линенбленд. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok